Часто задаваемый вопрос, а как о штукатуре стены и какой материал использовать? В каких случаях применять гипсовую штукатурку, а в каких цементную? И вообще, с чего же начать? И в итоге получить идеальный результат, чтобы проще было в дальнейшем подготовить стены под оклейку обоями, ну или под покраску. Этот ролик точно будет полезен как новичкам в этом нелегком деле, так и мастерам. Штукатурка стен, конечно, занятие очень интересное, но слегка жарковато, особенно в летний период. Друзья, всем привет! С вами Станислав Лебецкий, это канал о ремонте и отделке. Продолжается ремонт в так называемом домике в деревне, и на примере этого объекта я покажу и расскажу обо всех нюансах и тонкостях при штукатуривании стен гипсовой штукатуркой. Ну а по традиции, пальцы вверх и приятного просмотра! Небольшое вступление для тех, кто впервые на моем канале, ну или для постоянных зрителей, напомню и расскажу, что тут вообще происходит. Короче. В предыдущих сериях я демонтировал сыпучью штукатурку, не просто поработал перфоратором, но немного поработал щеткой по металлу. Да, вот так вот прям взял ушей в 125-ю обязательно с регулировкой оборотов и щетку по металлу. И понеслась на покочках. Это все не для того, чтобы принять душ из песка, а действительно качественно подготовить основание для дальнейших работ. Работа, конечно, не из легких, очень пыльная, но зато тем самым умрал с кирпича все, что плохо держалось. Можно сказать, убрал все сопли, на которые держалась штукатурка, так как эти сопли могли повлиять на конечный результат и качество будущих оштукатуренных стен. Но все же после принятия песочного душа результат произошел все мои ожидания и кирпичная кладка превратилась в первоначальный вид. Неплохо, да? Многие могут подумать, что тут ремонт в стиле хай-тек, но скажу вам куда более, даже и не хай-тек. Все тут будет ровненько и аккуратненько. Это всего лишь подготовительные работы. Двигаемся дальше. Сразу же сделал практически все штробы для прокладки труб. Не только отопления, но и водопровода. Потому что трубы по наружке, ну такая себе затея. Лучше спрятать. И кстати, кто помнит, а кто не помнит или не знает, то отопление на случай отключения света работает в двух режимах. Есть свет, работает насос. Нет света, работает в самотечном режиме, без насоса. Это очень удобно, если нет генератора и часто выключают свет. Не говорю уже о автозапуске, даже при наличии генератора. А забегая немного вперед, установил коллектор для теплого пола. Куда же без него? Ну и конечно же демонтировал все алюминиевые провода и заменил их на медные. И добавил розеток там, где их раньше не хватало. Лучше больше, чем меньше, но в пределах разумного. И разместил выключатели там, где захотел заказчик. А стандарты остались в стороне. В общем, сначала я сделал по максимуму все пыльные работы. К пыльным работам также относится сама установка маяков. Так как я предварительно насверливал отверстия, а потом плоскость выставлял дюбеля. А потом примораживал маяки. Ну и установил маяки. Четко, ровно и рассказал о многих нюансах. Такие, как геометрия помещения, как лучше, как хуже и какие маяки использовал. Ну и от чего отталкивался. И кому-то может показаться, что я сделал все работы через жопу. То спешу вас обрадовать. В какой-то степени вам не показалось. Но так оказывается гораздо проще и быстрее. Но не везде. А до того, как приморозить маяки, после того, как я выставил дюбеля по лазерному оси по строителю, и, кстати, до сверления отверстий, после зачистки щеткой, конечно же, все нужно обеспылить в два этапа. Обеспыливать можно как угодно. Хоть пылесосом, хоть сжатым воздухом. Сжатым воздухом получается гораздо лучше. Особенно важно это делать сверху вниз, убирая частицы песка и швов. И вдруг откуда ни возьмись, появилось вот еще сколько пыли. Как крупной, так и мелкой. Справится ли настолько даже мощный пылесос, хороший вопрос. Думаю, вряд ли. Но со сбором мусора по полу справляется отлично. Тут не поспоришь. Как говорят многие, грунтовка все склеит. Ну-ну, потом она также все и отслаивается, если пропустить этот этап работ. Именно, выйдут песок из швов. После обеспыливания установки дюбелей по уровню, я загрунтовал стены грунтовкой глубокого проникновения. Но не настолько глубокого, как кажется, чтобы превратить остатки песка в швах, в камень. С грунтовкой, но такой себе миф. Где-то справиться с небольшой пылючкой, это да. Но это не пропитка, как используется для укрепления, допустим, для сыпучих стяжек. Там да, попробуй разломать. Но и ценник у этой пропитки гораздо больше, чем у грунтовки. А у грунтовки чуть другая задача. Если стены не загрунтовать и наносить штукатурную смесь на непоготовленную поверхность, то есть риск ослоения штукатурки. И также стены будут быстро вытягивать влагу из смеси, что приведет к дальнейшим фоносистским трещинам и нарушит процесс набора прочности штукатурки. А еще будет бонус в процессе нанесения и разравнивания смеси. Бонусом будут трудности. Собственно, для этого и грунтуются стены. Но это еще не все, что касается предварительной подготовки поверхности перед оштукатуриванием. Также нужно уделить время и дополнительно проармировать углы с помощью малярной сетки и плиточного клея. Так как до этого тут были трещины как по углам, так и в местах, где были раньше окна, которые благополучно сложили кирпичом. Но этой постройке много лет. И по словам заказчика, они появились давно. Но в какой-то момент этот процесс остановился. А армированием я просто перестраховался. Это спасет от микротрещин. Тут главное не перепутать. Если дом разваливается, то тут тогда в силу вступает другой метод решения этой проблемы. Исходя из полученного, так сказать, анализа. А что, зачем и почему это происходит. Ну и также проармировал перемычки на дверных проемах. Но тут перемычки деревянные. И кстати, они очень хорошо сохранились. Поэтому я их не демонтировал и не заменил на уголки. А всего лишь убрал с краев по 1 см. И поверх накрутил влагостойкий гипсокартон. Так как гипсовая штукатурка не держится на дереве. А на гипсокартоне держится и штукатурка, и плиточный клей. Ну и конечно же над оконными проемами в большинстве случаев есть металлические уголки. Кто-то поверх металла наносит бетоноконтакт, я же из своей практики качественно зачищаю уголок, убираю всю ржавчину и закрываю слоем плиточного клея. Также с использованием малярной сетки, чтобы в дальнейшем не было трещин. И кстати, спустя многих лет такой практики, еще ни на одном объекте не проявилась ржавчина. И все прекрасно держится. Так что использовать бетоноконтакт или плиточный клей, выбор за вами. Хотя против бетоноконтакта против ничего не имеет. Так как у бетоноконтакта тоже есть свои плюсы. Все что связано с демонтажными работами, водопроводом, электрикой, отоплением. Все эти ролики можно посмотреть по ссылкам в описании под этим роликом. А мы двигаемся дальше. Как правило, чтобы получить ровные аккуратные углы, то первым делом необходимо штукатурить все параллельные стены в каждой комнате. А затем перпендикулярные стены после полного застывания штукатурки на параллельных стенах. Но у меня так совпало именно на этом объекте. Я сначала выставил все дюбеля на параллельных стенах и приморозил часть маяков. Я штукатурил в местах установки радиаторов отопления. Чтобы все допаять, установить и опрессовать систему. Так как времени сначала все штукатурить, затем заниматься электрикой отоплением у меня не было. Так как холода были не за горами. Но сейчас я показываю только последовательность работы. Что, зачем и как делать. Буквально через пару минут я расскажу о том, как замешивать штукатурную смесь. Как наносить, как подрезать, как формировать углы и так далее. Установив радиаторы отопления, спаял все узлы и опрессовал систему. Я зная заранее примерную толщину штукатурки, рассчитал и заказал все необходимые материалы для работы на первое время. Кстати, на что хочу обратить ваше внимание. Под радиаторы я штукатурил гипсовой штукатуркой Волмопласт. Это именно одна из тех, которая была в наличии в местном строительном магазине и подходила под мои требования. Но была бы Волмослой, взял бы ее. Так как, по моему мнению, Волмослой намного лучше и с ней работать намного легче. Буквально через пару дней после опрессовки системы на объект подвезли штукатурку. Пластификаторы, гипсокартон, цемент, маяки и в общем все, что нужно в первую очередь. А такой объем на легковой машине сильно не повозишь. Тут уже экономия времени и сил. Да и доставка обошлась гораздо дешевле, чем самому кататься даже с прицепом. А штукатурку взял с нормальным запасом, по одной причине. Остаток, который останется на этом объекте, перевезется на объект по близости, который я скоро покажу. А вот чтобы сухие смеси не стояли на улице и не потянули влагу, с помощником перетащили все вовнутрь и распределили по всем комнатам так, чтобы не мешалось под ногами. А также это связано с тем, что не хотелось ходить за каждым мешком через 350 дверей. Все должно быть, так сказать, под рукой. Ну а раз уж штукатурка на месте, можно продолжить оштукатуривание параллельных стен до конца. А когда штукатурная смесь свежая и соблюдались правила хранения на складе, то работать с ней одно удовольствие. Кстати, важный и очень полезный совет. Защищайте краники от попадания на них штукатурки и шпаклевки. Я же защитив их утеплителем для труб. Быстро, удобно и надежно. Ну а после оштукатуривания я доустановлю маяки на приматикулярных стенах. И как вы помните, слой был от 1 до 8 сантиметров. Как установить маяки на стену быстро, четко и легко. Так же можно посмотреть по ссылке в описании. И тут главный вопрос. А как оштукатуривать стены таким слоем? В один слой, в два слоя или даже в три слоя? В моей практике двуслонной штукатурки, можно сказать, не было. Но зато есть огромный опыт по демонтажным работам. Таких штукатурок, как двух слоев, так и трех слоев. И все они расслабляются на раз-два. Скорее всего на этих объектах были нарушения. Такие как не дали просохнуть нормально первому слою перед нанесением второго. Либо просто не загрунтовали. Я же из практики оштукатуривал стены толщиной до 9 сантиметров. И всего в один слой. Но при этом я использовал штукатурную смесь, гипсовую. Волма-слой. За все время она меня ни разу не подводила. И к чему и огромный плюс, она практически не сползает. Просто нужно приспособиться и высчитать правильное количество воды. Слой больше, значит воды меньше. Слой тоньше, значит воды больше. Но в пределах разумно. В какой-то степени это нарушение. Но на самом деле это так работает. И у меня не болит потом голова, что где-то отслоится или расслоится. Кстати, далее расскажу, как избежать отслоения штукатурной смеси от основания. Если бы слой был больше 9 сантиметров, то я не то, чтобы порекомендовал, а даже настоял бы на том, чтобы покрутить гипсокартон на стену два слоя. Ну, соответственно, по металлическому каркасу. Так было бы гораздо надежней, проще и скорость выполнения работ гораздо быстрее. Ну, вы сами понимаете, таскать гипсокартон, либо мешки со штукатуркой. Разница ощутимая. Ну, а теперь коротко и о самом главном. А как же ровно и качественно штукатуривать стену? И начну с затворения смеси. Лучше всего и удобнее замешивать сразу целый мешок. Исходя из объема мешка, выбираю строительный таз, чтобы в процессе замешивания смесь не вывалилась по краям. Наливаю чистую воду комнатной температуры, объемом исходя из рекомендаций на мешке, и засыпаю сухую смесь. Ни в коем случае нельзя делать в обратном порядке. Сначала вода, потом сухая смесь. Такой объем, конечно же, лучше перемешивать миксером, а не дрелью. Дрелью или перфоратором замешивать долго, и надолго этого инструмента не хватит. А миксером быстро. Это как раз целевое использование инструмента, и он рассчитан на такие нагрузки. После замешивания необходимо сделать паузу и повторно перемешать. Первый замес, как всегда, пробный. Определяем, какое количество воды потребуется для достижения той или иной консистенции смеси, когда нужно получить более жидкую или густую. Во время паузы перед повторным замешиванием немного о ручном инструменте. Как правило, для накидывания цементной штукатурки на стену используются ковшики, будь то маленькие или побольше, кому как удобнее. Удобнее, конечно, хоппер ковшом, но о нем позже. Тут для набрасывания гипсовой штукатурки я пользуюсь шпателем. А конкретно вот таким вот, более-менее широким, с нормальной рабочей площадкой. Ни в коем случае не используйте такой узкий. Забодаетесь кидать. Ну а кто-то набрасывает им мастерком. В общем, тут надо пробовать. Кому чем удобнее, тем мы работаем. Повторно перемешиваем смесь и не забываем вымывать венчик, чтобы остатки штукатурки при замешивании новой порции не попали туда. Чем это грозит, расскажу далее. Убедившись в том, что все маяки установлены по уровню и в одну плоскость, тогда незамедлительно приступаем ко штукатуриванию. Да, кстати, обязательно одевайте перчатки, чтобы ваши руки остались в нормальном состоянии, как с завода. И тут откуда начать? Снизу вверх или сверху вниз? Как вы обратили внимание, я начинаю сверху вниз. По одной причине. Если штукатурка где-то будет падать, то мне не страшно, что где-то ниже попадет на стену. Но в большинстве случаев падает на пеноплекс, которым я застелил пол. Чтобы потом не чистить пол, и эту же штукатурку можно обратно накидывать на стену. Если же начать снизу вверх, то есть шанс наляпать на уже штукатуренную стену. Но и снизу штукатурка будет свежая, и убрать эти ляпы будет сложновато. Можно еще больше испортить вашу идеально штукатуренную стену. Но исправить также можно и во время подрезки. Но зачем на это тратить время, если этого всего можно избежать? А чтобы избежать отслоения и избавиться от пустот, которые появляются в процессе накидывания штукатурной смеси, я придерживаюсь нескольких правил. Это тщательное вмазывание смеси в основание. Особенно в кирпичные стены с неполным заполнением швов. При тщательном вмазывании заполняются все швы. И можно контролировать качество сцепления штукатурной смеси с основанием. Только затем накидывать слой. А накидывать нужно плотничком, чтобы ляпы были один к одному, не вовлекая воздух в смесь. Что собственно происходит, когда между ляпами остается расстояние, ну допустим около 5 см. И потом разравнивается все правилом. И тем самым образуются воздушные пузыри. И это не есть хорошо, когда толстый слой. Да и с тонкими слоями тоже встречается такая проблема. После накидывания и распределения смеси шпателем, срезаю излишки правилом. А излишки, которые остались на правиле, убираю не в таз, а сразу на стену ниже. Внутренний угол пока что не беру во внимание. Сначала хорошо выравниваю плоскость. А потом в конце, держа правила под наклоном, острым концом убираю излишки по углу. И сразу же плюс-минус формируется угол. А потом убираю все лишнее, что попало на потолок и на стене сбоку. Главное не прозевать этот момент, пока штукатурка еще не схватилась. Вот на сколько хватило одного замеса. Конечно, чем тоньше слой, тем больше площадь штукатуривания. Далее будут даже места, где одного замеса вообще хватает на узкую полосу. Если присмотреться, тут же есть небольшие огрехи. Я их не трогаю. Подправить можно все выпуклости во время подрезки. Да и по углу тоже есть наплыв. Сейчас так же не трогаю. Сформировать четкий и ровный угол можно во время подрезки. Подрезка это важный этап работ. Его ни в коем случае нельзя пропускать. Как бы вы идеально не выглаживали стену провилом, все равно будут минимальные огрехи. А после качественной подрезки шпаклевать будет гораздо проще. А что по поводу провила? Провила я использую трапециевидное, а не H-образное. Что для разравнивания смеси, что для подрезки. Результаты штукатуринга стен покажу в конце. После каждого замеса обязательно нужно вымывать таз, чтобы не оставалось остатков от прошлого замеса. Так как именно из-за этих остатков смесь будет схватываться гораздо быстрее. В некоторых случаях жизнеспособность смеси уменьшается практически пополам. И то же самое относится к венчику на миксере. Его нужно мыть каждый раз. Чтобы ускорить процесс штукатуривания, я же делаю сразу два замеса. Перемешивая повторно первый замес, я сразу же подготавливал второй. Но только не перемешивал, просто высыпал сухую смесь. Конечно же в воду. Пока вырабатываю первый замес, второй скажем так набухает. И кстати, когда штукатурка стоит напитывается какое-то время без перемешивания, именно после такого процесса жизнеспособность чуть больше, чем перемешивать сразу. Можете попробовать, мне так понравилось больше. Да и не стоишь, не ждешь, а постоянно в работе, особенно когда толстые слои. И продолжаю закидывать всю полосу до самого низа. Также вмазываю, накидываю слой и срезаю лишнее. На одну полосу как раз получилось четко два замеса. Одна полоса готова. Пока замешал следующий замес, попробовал подрезать, но остаются задиры. Значит еще рано и нужно немного подождать. Но главное не прозевать тот момент. А если и прозевать тот момент, то подрезка покажется вам просто мучением. Поэтому в работу пошла третья полоса, но не вторая. Так я делаю для того, чтобы при штукатуривании следующей полосы никаким образом доцепить уже штукатуренную полосу. Так как будут задиры и штукатурка срезанная краем провила перемешается с новой штукатуркой и будет мешаться. Ну а хуже это то, что также повлияет на жизнеспособность свежего замеса. А так я никаким образом не взаимодействую и не мешаю застывать. Потом же выработав один замес на третьей полосе, снова возвращаюсь к первой и пробую подрезать. В процессе подрезки задиров не остается и срезается достаточно легко. Можно подрезать, но только до соединения со вторым замесом. Когда подрезаете, провила нужно держать максимально перпендикулярно относительно стены. Так провила не будет прогибаться посередине и соответственно не будет линзы в центре между маяками. А срезаю до тех пор, пока не начнут блестеть маяки. Да и по звуку будет понятно, чтобы все лишнее срезали. Но главное не перестараться. После подрезки всей площади дорабатываю внутренние углы. При этом немного держу провила под наклоном. Так легко формируются углы. Но при этом нужно убрать заглушки, которые есть с обеих сторон на провиле. Так как они будут мешать, в угол с ними получается закругленный. А остатки, которые не срезались провилом, убираю шпателем, пока штукатурка полностью не застыла. И вот сколько лишнего остается. Это все нужно выбрасывать. Ни в коем случае не перемешивать и повторно накидывать на стену. И продолжаю набрасывать штукатурку на третьей полосе до самого низа. А штукатурив третью полосу, можно продолжать подрезку. Сверху штукатурка стала уже более-менее твердая, а ниже более мягкая. Тут же я подрезаю как в горизонтальном направлении и немного в вертикальном. Как по всей площади, так и в местах стыковки первого и второго замеса. А уже после длинным провилом в вертикальном направлении. При этом проверяю, чтобы не было косяков. Да, по цвету штукатурки вы можете заметить, что я скорее всего немного передерживал. С чем это связано? Если начинать ранее, то конечно же подрезку делать намного легче. Но остается много задиров, которые потом нужно помочь еще зашпаклевать. А так главное срезать верхний слой, а за ним штукатурка более мягче. И подрезается с минимальным количеством задиров. Но это скорее всего связано с тем, что эту штукатурку можно еще и заглаживать. То есть получить идеально гладкую поверхность. А также еще спустя время можно заглянцевать. Я же не пользуюсь ни первым, ни вторым методом. В конце ролика объясню почему. Пока занимался первой полосой, подошло время подрезки и на третьей полосе. Но всего лишь так же до половины. Попробовал ниже, опять задиры. Чтобы не терять время и не ждать, я в то же время штукатурю одну полосу на кухне, над фартуком. Теперь уж точно самое время подрезать. Итак, две полосы готовы. Получил ровную плоскость, но не глянцевую, что играет немаловажную роль для следующей отделки. Шпаклевание. А так как штукатурка уже твердая и в одну плоскость с маяками, все за счет качественной подрезки. Закидываю теперь вторую полосу, сразу же от самого верха и до низа, так же в два этапа. Кстати, вдоль маяка есть небольшая усадка и в этих местах остается штукатурка. Ее нужно убрать шпателем. Все повторяется друг за другом, как и с первыми полосами, только по краям уже есть штукатуренная плоскость, которой нужно убирать излишки, которые попали при разравнивании правилам. А вот в углу опять все то же самое. Подрезка общей плоскости, а в конце дорабатываю угол. Стена готова, сначала покажу плоскость еще установленную маяками, а потом я их удалю. Тем самым покажу, что усадка при правильном выборе штукатурной смеси и правильном нанесении минимальная. А если быть точнее, ее практически нет. Похвастаться качеством штукатуренных стен, так же могу и в другой комнате, так я старался штукатурить все стены, хотя на кухне слой больше, чем в предыдущей комнате и вот результат. Пока штукатурка еще не полностью застыла, можно удалить маяки. Удалить маяки уже двумя способами. Путем прорезания ножом по краям маяка, чтоб штруба осталась маленькой и не такой рваной, как у меня. Я же просто поддевал и выдергивал. Если штукатурка еще более свежая, то штрубы и так остаются не сильно большие, а вот когда уже полностью высыхает, то штрубы остаются не маленькие. Но вкратце скажу, что маленькие штрубы, что большие, по времени замазываются одинаково, а прорезать это дополнительная трата времени. Маяки ломаю сразу в несколько раз, чтоб никому не угодило использовать их повторно. Они вроде бы на первый взгляд ровные, но не настолько. А вот мешки я не выкидывал, отличные мешки под строительный мусор, можно сказать достались на халяву. Когда собрал весь мусор, повторно по всему периметру проверяю сам себя длинным провилом по всей плоскости, чтобы не было бугров. И подчищаю штрубы, чтобы не было всяких висячих соплей, которые потом будут мешать заделывать штрубы. А что по поводу саморезов? Ответ на комментарий по предыдущему ролику. Конечно же я их убираю, чтобы избежать появления ржавчины, которая также появляется спустя время под маяками. А в дальнейшем может проявиться после покраски стен, ну или оклейки обоями. Для большей уверенности покажу углы. По-моему получилось все ровненько и аккуратно. А как считаете вы? Ну и плоскость стен по вертикальному уровню, как всегда в норме. Стены оштукатурены и настало время подводить итоги и дать вам полезные советы. Вдруг пригодится. В моем арсенале куча вот таких вот обрезков. От 5 до 15 сантиметров. Как вы думаете откуда они появились? И почему они появляются? Пишите ваши варианты в комментариях. Если работать одному, то чтобы не рвать спину, удобнее и легче сразу замешивать наверху. Ничего страшного в этом нет, так как все поднимается по отдельности. И это все же лучше, чем одному поднимать наверх замешанный таз, где сразу и вода, и штукатурная смесь. Но вдвоем конечно же полегче. Но так было не всегда. Часть времени я работал один. А почему я не заглаживаю и не глянцуя штукатуренную поверхность? На это есть простой ответ. Чтобы правильно выполнить всю эту работу, нужно очень-очень сильно постараться. А даже если и очень-очень сильно постараться, то качество получаемое в итоге, мне просто не нравится. По сравнению с обычной шпаклевкой стены в два слоя. А что можно сказать о времени, потраченное на глянцевание, либо на шпаклевку стены в два слоя. По сути эти две работы выполняются по времени практически одинаково. Но опять же, все упирается в качество. Если вам нужно сделать какой-то бюджетный ремонт, то тогда сойдет. Ну и тут тоже есть свой подвох. Если нарушить технологию заглаживания и глянцевания, то даже качественно штукатуренную стену можно испортить. И качество уронить ниже плинтуса. И приобрести себе бесплатный билет на халявную шлифовку стен шлифмашинкой. А самое интересное, это когда после глянцевания на объект заходит либо электрик, либо сантехник. И пилит ваши стены вдоль и поперек. И вся эта возня просто теряет смысл. Также перед тем, как приступить к штукатуриванию стен, несмотря на то, что провода строго в вертикальном уровне, рекомендую сделать пометки по потолку. Так вы ускорите процесс монтажа потолка как минимум. И сведете пробитие провода к нулю. Если у вас проводка по потолку, допустим монолитное перекрытие, и видно где расположены провода, и видны все выходы из стены, то ничего делать не нужно. Также если у вас есть подобная прокладка труб отопления, то перед оштукатурением также можно сделать пометки на какой высоте расположены трубы по всей длине. А то вдруг появится желание повесить картину. Если имеются места, где нужно оштукатурить и гипсом, и цементной штукатуркой, то в местах соединения проклеиваю скотч. А штукатурил гипсом, убираю скотч. Основание остается чистым, и после этого оштукатуриваю цементной штукатуркой. Если наносить цементную штукатурку поверх гипса, то цементная на 99,9% со временем отвалится. Ну а раз уж вы досмотрели до этого момента, то я советую вам подписаться на канал, и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующий полезный ролик. А также еще есть важный момент, это то, что мои ролики смотрят всего лишь 2,5% с подпиской, и 97,5% без нее. Надо исправлять. Вам не сложно, а мне приятно. Ну на этом у меня все, увидимся в следующих роликах.